Монастырь, братство, предательство. Из этих простых элементов сплетается гобелион действия и интриг, погружая зрителя в мир древних боевых секретов и опасной борьбы за власть. Вышедший в 1993 году фильм взрывает экран сырым талантом Джет Ли, вознося его к международной славе. Это не просто фильм о боевых искусствах, это история об испытанной дружбе, развращенных амбициях и неугасающем духе воина. Начальные сцены фильма окутаны туманом и тайной, намекая на опасности, которые ждут впереди. Два юных монаха, Джунбао и Тьен, неразлучные в своем преданности искусству тайдзи, обнаруживают, что их связь разрушена силами, находящимися вне их контроля. Их идиллический мир тренировок и дисциплины рушится, когда амбиции укореняются в сердце Тьена, толкая его на путь тьмы. Повествование разворачивается, как древний цветок, раскрывая слои предательства и скрытых мотивов. Джунбао, изгнанный из единственного дома, который он когда-либо знал, должен пройти по коварному пути внешнего мира. Он встречает мастеров и злодеев, и каждая встреча формирует его судьбу и подталкивает к финальной схватке, которая определит не только его судьбу, но и судьбу тех, кого он оставил позади. Джет Ли с его юношеской энергией и поразительной ловкостью воплощает роль Джунбао. Его путь от наивного ученика до закаленного воина захватывает как физически, так и эмоционально. Мы видим боль предательства, запечатанную на его лице, борьбу за выживание, закаляющую его решимость. И все же сквозь все это остается искра его врожденной доброты, свидетельство неприходящей силы его обучения тай-дзи. Тьен, сыгранный с пугающей харизмой Чин Сиу Хоу, воплощает соблазнительную привлекательность власти. Его падение – яркое напоминание о том, что даже самое дисциплинированное сердце может быть развращено. Фильм «Мастерский» изображает трагическую дихотомию их братства. Две стороны одной медали, навсегда связанные общим прошлым, но разделенные разными путями. Второстепенные персонажи – Пестрый, Габелин из «Мошенников» и «Бунтарей» – добавляют глубину и сложность повествованию. От хитрого губернатора до загадочной мисс Ли, каждый играет решающую роль в формировании судьбы Джун Бао. Их взаимодействие с главным героем подчеркивает исследования фильмам таких тем, как верность, амбиции и хрупкий баланс между добром и злом. «Мастер Тайдзи» – это визуальный пир, плавно сочетающий кинетическую энергию боевых искусств с атмосферной эстетикой фильма нуар. Режиссер Юнь Вопхин, легенда в мире боевого кино, использует свет и тень, чтобы создать мир интриг и напряжения. Фильм пропитан светотеневой палитрой с резкими контрастами между тьмой и светом, отражающими моральную сложность истории. Темные переулки становятся полем битвы, мерцающее пламя факелов отбрасывает танцующие силуэты сражающихся. Крупные планы лиц, наполовину скрытых во тьме, раскрывают внутренние переживания персонажей, борющихся с трудным выбором. Использование ракурсов «Голландский угол» и драматичная операторская работа еще больше усиливают чувство тревоги и дезориентации, втягивая зрителя в неопределенный мир Джунбао. Музыкальное сопровождение фильма, сочетание традиционных китайских инструментов и современных оркестровых аранжировок усиливает эмоциональное воздействие ключевых сцен. Завораживающие мелодии подчеркивают моменты размышлений и потерь, в то время как пульсирующие ритмы сопровождают наполненные адреналином боевые сцены. В результате получается поистине захватывающий кинематографический опыт. Продолжение следует...